С 1991 года была очень масса большой амнистий, очень много воров вышло. Они стали набирать все бригады, но самые тяжелые бригады ведь не были воровскими. Спортсмены. Они были ворами. Приниматели приходили к ним и говорили, вот у меня сейчас крупная сделка, вы не могли бы за определенную часть этой сделки быть гарантом этой сделки, что меня не кинут и что я получу обратно свои деньги. Воры в законе организованы. У них есть территории смотрящие. То есть, ну, скажем, берем область какую-то, да, там курирует, ее курирует вор в законе, и туда уже не моги. Мы захватывали чужую собственность в интересах заказчика. Прихожу я со своим коммерсантом и вы. У меня пистолет, у вас автомат. У него два миллиона, у вас один. Вы застрелили меня, взяли завод. Все, вы сильнее я. Ваш капитал, я автомат Калашникова выиграл. У меня была боевая единица АТО, которая, я не могу сказать, что она была преступной группировкой, но она в боевом смысле была достаточно сильная. Сильный аналитический отдел, сильный технический отдел и сильные боевики. Люди, которые, так сказать, не понаслышке знают, что такое боевые действия. Был криминальный капитализм. Людей убивали. Их начали как раз стрелять в 92-м году. Просто регулярно, в каждую неделю кого-то убивали. И на меня сразу наехали. В период, когда Советский Союз развалился, молодые люди, накаченные, это боксеры прежде всего, борцы, свою физическую мощь стали использовать для вымогательства и для предложения охранных услуг предпринимателям. Вот они как раз быстро нашли свое место в новой среде. И поскольку они выходцы из спорта, их так и стали называть спортсмены. На самом деле это те же самые уголовники, но они отличались от обычных тем, что за ними не было судимостей. Ну и они свою физическую силу использовали для совершения преступлений. Вот, кстати, наши основные группировки в Приморском крае. Это спортивная направленность. Тот же Николаев, он занимался единоборствами. Ну, все другие, это в основном боксеры. Уголовники и спортсмены, бывшие, увидели, что можно хорошо зарабатывать деньги на охране, во-первых, предпринимателей, и, во-вторых, с помощью рэкета банального. И вот это рэкет плюс охранные услуги постепенно стали трансформироваться в некий бизнес, симбиоз какой-то. Когда группировки уже начали между собой делить сферы влияния с помощью силового ресурса. Это тоже же был в проценте 95-й год, по-моему, да, его убили. Там тоже это, ну, он был, скажем, старых формаций. Он еще с группировки ткача был. Именно у них было именно общее уголовное направление. Скажем, спортсменов они старались так, ну, поскольку не привлекать, не приближать. А уже после того, как развивались группировки, уже там и спортсмены, все появились, что совсем другое. И кому-то, ну, не нравилось, допустим. Спортсмены хотели себе кусок, уголовники себе кусок. А он все придерживался этих старых понятий. За это, видимо, его и убрали. Потому что такого человека нельзя было там сломать руку, там отправить в больницу. Его надо было просто сразу убивать. Иначе бы он стал мстить тут же в ответ. Ну, это война, которая прокатилась по всей стране между так называемыми новыми и старыми. Она затронула и Дальний Восток. Связано во многом было это с тем, что новые воры хотели получить лакомые кусочки в виде природных богатств, в виде ренты так называемой. Однако старые воры не очень хотели этому подчиняться. И у нас вот такие кровавые события тоже происходили. Правда, в самые лучшие времена, если так можно сказать, на Дальнем Востоке постоянно проживало семь воров в законе. В то время как в целом по стране их фиксировалось и 200, и 300, и 400. В основном воры в законе любят более благоприятные в экономическом плане регионы. Это Москва и Подмосковье, это Юг России.